Что вы знаете про Pagan Online? Вангуи немного, мол это какая-то игра от Wargaming, что-то наподобие Дьявла или Path of Exile, а ещё... нет, пожалуй, на этом и всё. Приблизительно тоже было известно и мне, разве что ещё пресс-релиз с Ярополком Рашем на VGFest посмотрел, и яснее стало, но не на многом. Понятно, что что-то на основе славянской мифологии, язычество, все дела, какое-то странное название для наших широт. Тем не менее, интерес возник, и когда Wargaming пригласила в пресс-тур в Сербию, в город Белград, я понял, вот она возможность расставить все точки над Йо и рассказать нашей аудитории, что же это за зверь такой редкий Pagan Online. Меня зовут Майдлер, это портал GoHa.ru, и мы начинаем. Wargaming к Wargaming, но игру всё-таки придумали не предприимчивые белорусские хлопцы и девки, а предприимчивые и очень любящие свою работу ребята из Сербии. Да, есть такая студия в Белграде, MadHat Games. Образован она была тремя друзьями-единомышленниками, что характерно дружат до сих пор и до сих пор занимаются любимым делом в рамках всё той же студии. Ну так вот, пилили они себе потихонечку такие игры, как Adam Wolf, например, или Beyond, или вот Rite of Passage, или Dark Realm, Cadenza, Music Betrayal Death. Подход был такой, я и швец, и жнец, и надуде игрец, то бишь я и разработчики, и издатели, даже геймер в конце концов, ибо игры, разумеется, делали, что называется, с оглядкой на себя любимых. Ну да, поиграть в MadHat'ы совсем не дураки, собственно, по этой причине и попали в индустрию. В общем, казуалили себе помаленечку, пока не сподобились делать комбо демо того, что сейчас превратилось в Pagan Online. И с этим демо стали искать себе, как бы это лучше выразиться, партнёра дефис учителя дефис издателя. Да, наверное, как-то так. Чтоб и денег дал, кушать-то что-то надо, каким бы альтруистом ты ни был, и поучиться было чему, и самое главное, чтоб понимал и поддерживал саму задумку. Как несложно догадаться, таким партнёром стало Wargaming, и с тех пор всё завертелось. Ребята из WG, кстати, рассказывают про какую-то просто невероятную обучаемость MadHat'ов. Мол, ты приходишь к ним с каким-то предложением или нововведением, они всё это рассматривают, принимают и говорят, дайте ещё, мы хотим больше. Вот так люди хотят работать и учиться. Кроме того, MadHat Games очень напоминает Wargaming'у самих себя лет, так, 10 назад. Ну и немного личных впечатлений. Прибыв на студию, небольшую, но очень уютную, я сразу проникся этой уникальной мультикультурной атмосферой, свойственной Балканскому полуострову. Кто не в курсе, рядом с Сербией есть также Хорватия, Болгария, Албания, Босния и Герцеговина. Так вот, и в MadHat Games, понятное дело, работают не только сербы, и получается, я бы сказал, такая небольшая плавильня, в которой за шуточками и подтруниваниями друг над другом рождается что-то довольно оригинальное. Сейчас в студии работает 215 человек, 60 из которых трудятся непосредственно над Pagan Online. Собственно, переходим к ней, и для начала про лор. Да, тут славянская мифология и все такое, но! Нужно учитывать, что это скорее сербская славянская мифология. Что это значит? Все просто и сложно одновременно. То бишь, вам говорит что-нибудь имя Кингвич, или Триглав какой-нибудь, или Фурун, или Вукашин. Бьюсь об заклад, что нет, а вот сербы о них что-то дознают. Я это к тому, что Перуны, Добоги и Велесы, конечно, будут, но вот Кащеев Бессмертных, Бабок Ёжик и Иванов Царевичей, скорее всего, ждать не стоит. Во всяком случае, в раннем доступе точно. Pagan Online сюжетно воспринимается исключительно, как старая добрая фэнтезиатина, где боги ушли, и с этим надо срочно что-то делать. Престолы пусты, но свято место, как известно, пусто не бывает, поэтому почему бы их не занять игрокам? Начинается все с игрового хаба, но спокойно, не стоит переживать, это не какой-нибудь вам Форт Тарсис. Тут вас не заставят бродить в гордом и унылом одиночестве от НПС к НПС. Это такой инстанс, рассчитанный, если мне не изменять память, на 50 человек, где можно будет побегать, поприкалываться с игроками и... Ну да, ходить от одного НПС к другому, но более, скажем так, осмысленно и не выслушивая при этом получасовые диалоги. То есть каждый НПС отвечает за что-нибудь одно, крафт, магазин, скиллы и вот это все. Причем даже ходить к ним не обязательно, можно просто клацнуть на вкладку сверху и моментально перейти к взаимодействию. А можно точно так же кликнуть по батл-мапу и почти моментально перейти в бой. Ну и куда же без этого? Конечно же, разумеется, ЕСТЕСТВЕННО! Присутствует кнопка в бой. Мне кажется, игра от Wargaming считается просто неполноценной без этой кнопки. Кстати, ее наличие подводит нас к первой фишке Pagan Online, которая будет отличать игру от других экшен-рпг. Я бы назвал это сессионностью, поскольку Pagan Online превращает ARPG в старую добрую сессионку, где вам не придется месяцами задротить себе эквип, чтобы наконец-то получить возможность ходить в топовый рейд. Нет, попотеть все равно придется, игра все-таки прошмот, но все это бодро и весело в рамках каких-нибудь 40-45 минут. Пришел с работы учебы или еще откуда-нибудь получил свой рейд и пошел дальше заниматься делами в реале. Как говорится, и волки сыты, и не надо комп месяцами не выключать. В общем, достаточно свежо и неизбито. В бой мы сразу отправляемся в компанию. В Pagan Online нам обещают вроде как 8 глав, из которых 5 будут доступны в раннем доступе. Потом докинут остальные и, думаю, на этом не остановятся. Кстати, я слышал тоже и по поводу игрового хаба, мол, он тоже может оказаться далеко не единственным. Тут уж как взлетит. В каждой главе несколько частей, а в каждой части парочка боев, над которыми придется всерьез потрудиться. Конечно, можно будет попробовать проходить в одиночку, но игра все-таки больше про кооператив, поэтому предпочтительнее играть вдвоем. Со временем добавят возможности в четвером и так дальше по нарастающей. Опять же, как взлетит, а зависит все естественно исключительно от игроков и того фидбэка, который они предоставят в период раннего доступа. В процессе прохождения нам будут выпадать шмотки, крафтовые материалы, золото, разумеется, и шарды. Этакие осколки, на соберафенное количество которых можно будет прикупить в хабе скинов, эмоций, аутфитов, фетов и, что самое главное, открыть новых героев. Их в раннем доступе будет доступно все восемь. Ну а начинать вообще придется с троих. Это Аня, кровавый ритуалист, дама с кнутом, отдаленно напоминающая ярость из Darksiders 3. Вышеупомянутый Кингвич, джаггернаут с топором, который использует ярость для усиления своих атак. И Исток, стойкий защитник с булавой и щитом. В принципе, типичный танк. Медленный, но если уж подберется, мало не покажется. В общем-то, первые три персонажа, за которых будем начинать, довольно архетипичные. Танк, тамагер, рейндж, дд. А вот с остальными не все так просто. Например, Лукиан или Лукьян, служитель двух богов, и как следствие он сможет управлять двумя стихиями, солнечным огнем и молниями. Казалось бы, типичный стихийник, но нет, там надо будет четко понимать, что и когда ты прожимаешь, чтобы добиться нужного эффекта. В остальном же каждый герой снабжен подробной историей и обладает семью активными способностями. Восьмая банка, которая, понятное дело, можно прокачивать, совершенствовать и вот это все. Открываются герои, как я уже говорил, при помощи накопления шардов. Понадобится 90-100 осколков на каждого персонажа. В общем и целом, расклад такой. За первый час игры открываешь первого героя, а вот дальше шарды будет выбить все сложнее и сложнее. Впрочем, в течение следующих нескольких часов все равно получится открыть хотя бы еще одного, так что не заскучайте. Все герои играются совершенно по-разному. Взять хотя бы мой случай, когда я начал играть за истока и чуть было не уснул. Но думаю, все потеряно. Игра фигня. Дай-ка я на другого персонажа пересяду для чистоты эксперимента. Дам ей, так сказать, еще один шанс. Пересел и понял. Так вот это же совсем другое дело. Вот так я играть хочу. Дайте две, как говорится. Так что все тут исключительно индивидуально. Просто найти свой геймплей, своего героя и дальше уже от Pagan Online за уши не оттащишь. Это опять же чистая имха, потому как меня было не оттащить. Кстати, по поводу того, как в это играется. То есть я конкретно про управление. Больше всего оно мне напомнило не Diablo и не Path of Exile, а если вы слышали или может быть даже пробовали такую игру Battle Ride. Ну а если не слышали и не пробовали, объясню. Управляется все это через васт, мышкой задается направление движения и атаки, а скиллы прожимаются на клавиатуре. Лично меня этот факт порадовал, ибо в Battle Ride я набегал знатно, да и экшона в таком геймплее побольше, на мой взгляд. Но не исключаю того, что кому-то, может быть, будет немного непривычно. Хотя тут такое, привыкаешь очень быстро. Кроме того, и тут мы опять возвращаемся к отличиям Pagan Online от других ARPG, с героями в игре будет связана еще одна фишка – семья. То есть, по сути, все ваши персонажи будут представлять из себя одну большую семью, в которой прогресс каждого героя будет фактически распространяться на всех ее членов. Пока все довольно туманно, механика еще дорабатывается, но можно сказать, что для покорения всех вершин в игре вам понадобится весь доступный прогресс всех персонажей на аккаунте. Ну или не всех, но по крайней мере большинства точно. Но я бы поставил все-таки на всех. Посмотрим, когда дадут пощупать. Там до выхода в ранний доступ еще все поменяется 10 раз. Думаете, на этом все? Как бы не так, кампания – это только начало. Да и с ней не все так просто. Есть три уровня сложности, на которых можно и нужно будет все это дело проходить. Дроп лута тоже будет меняться от уровня сложности. И как только вы закончите, а закончите, вы уверяю вас, не скоро с кампанией, на горизонте замаячит следующий челлендж – миссии. Обойдемся опять же без спойлеров, но там точно так же будет три уровня сложности, и это займет вас на какое-то… продолжительное время. Ну и это еще не конец истории. Далее идут так называемые ассасинейшены. Топовый, наверное, самый сложный контент, с которым я и сам еще толком не разобрался. Суть в том, что там мобы толще, лут вкуснее, и попасть туда просто так не получится. Насколько я понял, в миссиях надо будет собирать фрагменты ключей, которые и откроют вам доступ к хай-энд контенту. На самом деле, да, сложно. Сложно будет это все пройти, понадобится как минимум компания из нескольких человек. Причем желательно сыгранных и четко понимающих, что они делают и зачем. Ну и напоследок, конечно, про деньги. Казалось бы, Wargaming, казалось бы, короли фри-ту-плей, но вот ничего подобного, игра будет платной. Изначально планировалось обойтись без сюрпризов. Более того, даже интерфейс в той версии, которую нам дали подшипот, заточен под фри-ту-плей. Но впоследствии все переиграли и вуаля, приобрести Pagan Online можно будет... А вот пока неизвестно за сколько. Единственное, уточнили, это определенно не будет игра за 60 баксов. На дальнейшие вопросы по поводу монетизации, ведь все мы знаем, как любят в наше время появляться в игре за фулл-прайс платные лутбоксы или скины, мне ответили, что такого в планах нет. Но вполне возможно, когда-нибудь за отдельную денежку можно будет приобрести себе петов. Насколько мне известно, они будут давать какой-то процент на увеличение шанса дропа, что-то около 10%. Естественно, не мог я не спросить и про пвп, но тут тоже никакой конкретики. Вроде как мысли такие есть, я считаю, такие мысли обязательно должны посещать разработчиков, но с другой стороны, говорить об этом еще очень рано. Надо бы сразу игру игрокам показать и спросить, что они обо всем этом думают. И вот здесь все более-менее ясно. В ранний доступ Pagan Online выйдет в апреле месяца этого года, так что ждать осталось всего ничего. Конечно, есть еще много всего, что я мог бы рассказать про игру. Крафт, в конце концов, который тоже есть, или некоторые другие игровые механики. Но мне бы, во-первых, не хотелось лишать вас возможности почитать об этом на нашем портале, ссылочка, как обычно, в описании. Во-вторых, самим поиграть тоже будет не лишним. И в-третьих, я бы и сам еще не отказался поиграть. Затягивает, знаете ли. Пишите в комментариях, что думаете по поводу совместного творчества Wargaming и MadHat Games. Не забудьте подписаться на нас везде, где только можно, и проставить свой королевский лайк этому видео. В Сербию для вас катался Майдлер, это портал GoHa.ru. Еще услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok